Житие святого Никиты, епископа Новгородского. Память 31 января, 13 февраля. Когда и где родился святой Никита, кто были его родители, о том не дошло до нас никаких известий. Мы ничего не знаем также о годах его детства и отрочества. Известно только, что в княжении великого князя Киевского Изяслава Ярославовича он был уже юным иноком Киево-Печерского монастыря и здесь испытал великое искушение, о чем повествует святой Поликарп в послании к Архимандриту Печерскому Акиндину. Юный инок Никита, с благоговеянием взирая на высокие подвиги Печерских братьев и отчасти увлекаясь славой и честью мирской, пожелал подвязаться в затворе. Он испрашивает благословения у своего игумена, преподобного Никона. Но запрещая Никите поступать по своему желанию, игумен говорит ему, чада, не будет тебе никакой пользы от того, что в годы юности ты станешь сидеть наедине в праздности. Гораздо лучше тебе остаться жить вместе с братьями и работать на них, тогда ты не лишишься награды своей. Ты сам видел брата нашего Исаакия, как он в затворе прельщен бесами, но его спасла великая благодать Божия по молитвам преподобных Антоний и Феодосия, которые и до ныне творят много чудес. Никита отвечал, что он уже не прельстится подобно Исаакию, но крепко будет стоять против козни дьявола и молиться Богу, чтобы Господь его сподобил дара чудотворений, как Исаакия затворника. Но игумен снова возразил ему, желание твое свыше сил твоих, берегись, чада, чтобы, превознесшись, не пасть тебе. Смирение наше велит тебе служить на святую братью, и за это ты будешь увенчан от Бога. Не послушался Никита игумена и сделал то, что задумал. Затворившись накрепко в своей келье, он молился в ней неисходно. Но прошло несколько дней, и его искусил дьявол. Однажды, воспевая молитвы, Никита услышал голос, молящийся вместе с ним, и почувствовал незъяснимое благоухание. Прещенный инок подумал, если бы это был не ангел, то не молился бы со мною, и не было бы здесь такого благоухания святаго Духа. Никита начал с большим жаром молиться, взывая, «Господи, явись мне сам, чтобы я мог видеть тебя». И тогда был к нему голос, «Не явлюсь тебе, потому что ты юн, чтобы ты не возгордился и не упал». Затворник же со слезами говорил, «Не прещусь я, Господи, игумен наказал мне не внимать бесовской прелести. Я готов исполнить твои повеления». С этой минуты взял над ним власть обольститель и сказал, «Невозможно человеку воплоти видеть меня, но я посылаю ангела моего, который прибудет с тобою, ты же исполняй его волю». И тотчас стал перед Никитой бес в образе ангела. Инок поклонился ему, как ангелу, и тогда сказал ему бес, «Ты больше не молись, а читай книги, и через это будешь постоянно беседовать с Богом и подавать полезные советы приходящим к тебе. Я же непрестанно буду молиться Творцу всех о твоем спасении». Прельщенный затворник совсем перестал молиться и, видя постоянно молящегося беса, радовался, что ангел молится за него, сам же только и делал, что прилежно читал книги и поучал приходящих к нему, а по временам пророчествовал. Однажды он послал сказать князю Изяславу, чтобы тот скорее отправил сына своего святополка на новгородский престол, так как князь Глеб Святославович убит в Заволочье. И действительно, через несколько дней пришла весть, что князь Глеб убит Заволочской чудью. Случилось же это 30 мая 1078 года. С этого времени пошла большая слава о затворнике Никите. «Князья и бояре верили, что затворник – пророк, во всем и во многом слушались его. Хотя бесы не знают будущего, но он возвещает то, что сам делает или чему научает злых людей. Убить ли кого? Украсть ли?» Так было и с Никитой. Когда приходили к нему за словом наставления и утешения, тогда бес, мнимый ангел, сообщал затворнику о случившемся, а тот пророчествовал, и предсказания сбывались. Но вот что обратило на себя особое внимание печерских подвижников. Иннок Никита знал наизусть все книги Ветхого Завета и не хотел ни видеть, ни слышать, а только что читать Евангелие и Апостол, тех священных книг, которые преданы нам благодатью для нашего исправления и утверждения вере. Для всех стало ясно, что Иннок Никита прельщен врагом человеческого рода. Не могли потерпеть этого преподобные отцы Печерские. Вместе с игуменом своим преподобным Никоном пришли они к прельщенному затворнику и силу своих молитв прогнали прочь от него беса. Выведя Никиту из затвора, спрашивали его о Ветхом Завете, но он клялся, что никогда не читал тех книг, которые прежде знал наизусть. Он даже не умел прочесть ни одного слова у них, и братья едва научили Никиту грамоте. Придя в себя по молитвам святой братья Печерской, Никита исповедал и горькими слезами оплакивал перед ними свой грех, а затем обрех себя на строгое воздержание и иноческое послушание. Чистый и смиренный с жизнью он стяжал высокие добродетели, слава о которых разнеслась далеко за пределы Киевской земли. Человеколюбец Бог принял истинное покаяние Никиты и поставил его пастырем словесного стада Христова. В 1096 году святой Никита Божиим промышлением был избран и посвящен воепископа Великого Новгорода, где Господь прославил своего угодника даром чудотворений. На втором году своего святительства Никита молитвами своими прекратил большой пожар в Новгороде. В другой раз во время засухи, грозившей новгородской земле голодом, по его молитвам дождь оживил поля и луга с полями и травами. По сказанию жития преподобного Антония Римлянина, подвижник чудесным образом прибыл в Новгород при жизни святителя Никиты и с его благословения основал свой монастырь. Святитель Никита был озабочен устройством и украшением храмов божьих в Новгороде, но из церквей, построенных в его время, уцелела до наших дней одна – Благовещенское Нагородище. И до ныне существует памятник его забот о благоустройстве Новгородского архиерейского дома. Это каменный корпус, который и в памятниках письменности, и в народном предании известен под именем Никитинского. Святитель Никита имел намерение украсить живопись у стены храма Святой Софии, но это не удалось ему. На иждивение святителя роспись собора была произведена лишь после его кончины, спустя несколько месяцев. Представился святитель Никита 30 января 1108 года, после 13-летнего управления Новгородской епархии. Честные мощи его были погребены в соборном Софийском храме в пределе Бога Отец Иоакима и Анны. Вероятно, местное празднование памяти святому Никите началось вскоре после его кончины. От половины 12-го столетия сохранилось известие. И ныне со святыми чтут его, святаго и блаженного Никиту. Но неизвестно в какое время, во всяком случае до половины 16-го века, в Новгороде прекратилось чествование его памяти. Повсеместное празднование святому Никите установлено было, если не на московских соборах 1547-1549 годов, то вслед за открытием его мощей, которое совершилось 30 апреля 1558 года. Обретение честных мощей святителя Никиты произошло при следующих обстоятельствах. В 1551 году вечером, в Великую Субботу, когда христиане собрались в Софийский собор, чтобы слушать чтение деяний апостольских перед светлой заутренней, пришел туда и боярин, который ведал царские дела в городе. И обходя пайперти соборные, занятые гробницами епископов, зашел в предел богоотец Иоакима Иоанны, в котором гробница святителя Никиты находилась в полном небрежении. Церковный чтец в это время спал, опершись на нее. Выйдя из предела, боярин пошел в главный храм, где на левой стороне, близ дверей, ведущих в жертвенник, сел и вскоре сам задремал. Во сне он услышал голос, который говорил ему, «Покрыт должен быть гроб епископа Никиты». Повинуясь этому голосу, боярин пошел домой, оттуда вскоре вернулся с покровом, который возложил на гробницу святого Никиты, прежде очистив ее от пыли и ссоры. Побуждаемый желанием взглянуть на мощи святителя, боярин проделал щель в гробнице и увидел, что тело святителя лежит покрытое покровом на церковном помосте, совершенно целое, без признаков разрушения. Мало-помалу об этом узнали и другие жители этого города, время от времени посматривали в щель в гробнице и дивились виденному. Так продолжалось до 1558 года. В этом же году архиепископ Пимен, убедившись через других и лично в нетленности мощей святителя Никиты, письменно донес об этом царю и митрополиту, которые с великой радостью повелели ему открыть гробницу святого, переложить тело его в новую деревянную гробницу так, чтобы оно открыто почивало и установить общецерковное празднование святому. Чтобы открыть гробницу святого, пришлось разбирать иконостас, так как предел богаотец Яакима и Иоанны был очень мал, и половина гробницы святителя была в алтаре. Когда гробницу открыли, то увидели, что тело святого покоилось в земле на два локтя ниже помоста церковного. Оно было покрыто плащаницей, а лицо святителя озарено небесным светом. Правая рука его, благословляющая, лежала на персях, левая же была простерта коленем. Правая нога обращена была подошву вверх, левая же в сторону. Облачив святителя в новые архиерейские одежды, его снова положили в гробницу на прежнем месте. В назначенное время архиепископ Пимен с многочисленным собором духовенства совершил при гробнице святителя Никиты молебное пение, во время которого честные мощи его были переложены на уготованный одр и перенесены в главный соборный храм, где затем было отслужено всеночное бдение. Во время богослужения, когда происходило уставное чтение и священнослужащие сидели, одному из игуменов было видение, что святитель Никита, восстав из гроба, филоний с кадилом в руках, пошел сначала кадить в алтарь, а затем в храм, и вскоре сделался невидим. По окончании всеночного бдения народ приложился к мощам святителя, а архиепископ переложил их в гробницу, которая временно, по повелению митрополита, была поставлена на правой стороне храма у малого столпа против Амвона до окончания работ по расширению предела богаотец Иоакима и Анны. Вскоре по обретении мощей святителя Никиты один из начальствующих города обнаружил свое сомнение в их нетленности. Чтобы рассеять его сомнения, архиепископ Пимен открыл покров на мощах святого до Персии. Увидев лицо святителя, как у здорового спящего человека, градоначальник раскаялся в своем грехе. Несмотря на это, вскоре затем пришли к архиепископу городские священники с просьбой дать им возможность убедиться воочию в нетленности мощей святого Никиты. Архиепископ наложил на них семидневный пост для покаяния в своих грехах, по истечении которого духовенство собралось к мощам святителя Никиты. И тогда архиепископ, сняв покров с них, показал им тело святого до конечностей ног. Затем подложил свои руки под голову святителя так, что она приподнялась, а с ней и все тело пришло в движение. Священники были поражены чудом и просили архиепископа дозволить им ежегодно в память этого происшествия отправлять всем соборам при мощах святителя молебные пения, почему и установлен был архиепископом праздник в пяток второй седмицы в неделе всех святых. Требования, предъявленные духовенством Новгорода к своему архипастырю об осмотре мощей святителя Никиты можно объяснить так. В то время сильно была распространена ересь Феодосия Касова, отвергавшая, между прочим, почитание святых икон и мощей. Она имела свое действие и на духовенство и поколебала отчасти его веру в чудеса. Между тем, чудес при мощах святителя Никиты совершилось немало. Получали исцеления расслабленные, хромые, сухорукие, прокаженные, бесноватые, но особенного внимания достойно то, что преимущественно получали исцеления больные глазами, слепые или с испорченным зрением. Когда были обретены честные мощи святителя Никиты и совершалось поразительное исцеление одного расслабленного, многие жители Новгорода и окрестностей начали притекать к мощам чудотворца со своими недужными. Среди больных была приведена старая и слепая Ксения, ничего не видевшая 12 лет. В то время шла литургия. Ксения молилась Господу об исцелении, обращалась своей мыслью к святителю Никите, а потом со слезами сказала во всеуслышание архиепископу Пимену, стоявшему в храме, «Молюсь тебе, преосвященный архиепископ, помолись своему сослужебнику, великому святителю и чудотворцу Никите, чтобы он даровал мне прозрение». И не раз повторялась слепая мольбу свою. Видя настойчивость женщины и ее слезы, архиепископ сказал, «Отойди от меня, старец, отойди, иди ко святому Никите, и он спасет тебя по вере твоей, если вас хочет». У гроба святого Ксения усердно молилась, и один глаз ее прозрел. Но она взяла смелость снова обратиться к архиепископу Пимену, припадая к ногам его и со слезами радости опять умоляла, чтобы молитвами архиепископа прозрело и другое око ее. Владыка ей ответил, «Вижу, старец, что тебе много лет, и довольно бы одного глаза на службу тебе до смерти твоей». Но Ксения с прежней настойчивостью слезно умоляет архиепископа. Тот посылает ее снова ко гробу святителя Никита со словами, «Тот, кто отверст тебе одно око, откроет и другое». Ксения опять приходит к раке чудотворца, прилагает к слезам слезы и сплетает молитвы с сердечными воздыханиями и верою. И надежда женщины не была напрасной. Прозрела она и на второй глаз к общему удивлению, бывших тогда в храме Святой Софии. Иконописцу Симеону архиепископ Пимен приказал написать икону Богоматери с младенцем, а перед ними стоящего и молящегося с воздетыми руками святителя Никиту. У святителя совсем не было бороды, и иконописец думал, что следует изобразить на иконе хотя бы малую бороду на лице святого Никиты. Размышляя об этом, Симеон начал дремать, пошел к постели своей и заснул. И вот в тонком сне он внезапно услышал голос. «Симеон, ты думаешь написать бороду у епископа Никиты? Не помышляй об этом, ибо не было бороды у него, и прочим иконописцам возвести, чтобы не писали на иконах епископа Никиту с бородою». Симеон проснулся, но никого не видел. Поспешил передать видение свое архиепископу Пимену, и архиепископ прославил Бога. Образ святителя написан был так, как он сам повелел. В то же время, на всяком месте и при всяких обстоятельствах, святитель Никита являлся на помощь тем, которые с верою и молитвой прибегали к нему. По молитвам его Бог увенчал победой русское оружие в войне с ливонцами. При взятии ругодива и в русском войске, и в неприятельском видели, что святитель Никита ездит по берегу реки Норовы на коне в святительских одеждах и с жезлом в руке увенчанным крестом отражает врагов от русских полков. Это засвидетельствовали сами воины, вернувшиеся в Новгород. Тоже подтвердил и старейший наград ругодива, латинянин по имени Иоанн, когда увидел образ святого Никиты. В настоящее время мощи святого Никиты открыто почивают на том же месте, где были обретены подаркой между пределами богатец Иоакима Иоанны и Богородице Рождественским в богатой серебряной раке, в которую переложены из древней в 1846 году 30 апреля. Память святителя празднуется дважды в году 31 января 13 февраля и 30 апреля 3 мая в день обретения честных его мощей. «Господне и спасение и дарюе Твоим а пословение Твое Аллилуйя» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok